Ну это кассеты мы набили, не хотела пользоваться ими, но решила воспользоваться, поэтому кассеты у меня набиты до черенкования калибрахуа. Вчера вечером уже набивала, здесь у меня агробалт вот такой синий, 250 литров, тут уже у меня на это не осталось. Смотрите, какой он замечательный, но он мне нравится. И агробалт кислый торф, посмотрите здесь какая у него структура, рецептура, боже мой, вот, с синим не сравнить, с комками. Хотя тот же вот этот вот агробалт, который был, я покупала в 70 литрах, он вообще рассыпчатый, мелко структурированный, а здесь чего-то только нет. И палки, и какие-то волокна, и там маленькие еще палки, еще больше бывает, вот, выбрасываю. Ну и как же растением здесь рассею, не знаю я. Нужно его еще раз просеивать, и он сухой, присухой, пересохший. Так что, ну вот, в таких вот типах агробалт. Зеленый, зеленый, я бы вам не советовала покупать, прям вообще ужас, отвратительно, или мне так только попалось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас, как вот с этим делом. Ну, а в 70 литров, еще раз повторюсь, вообще идеально, идеальный зеленый агробалт был. Вообще рыхлый, такой мягкий и воздушный, просто супер. Ну да ладно, кто теперь, ну вот у меня два таких куба, но буду пользоваться. Все равно нужно калибрахуар переваливать в них, это для калиброшек. Они любят кислый торф, без всякого перегноя, запомните. Можно им, конечно, добавить там опилочки, я добавляла. Можно добавить песочек, гермикулит, перлит. Вот. Ну вот больше я бы не экспериментировала, им будет достаточно. И кислый торф, вот. Ну, конечно, можете еще для питания осмокот, там, еще что хотите там положить для питания. Базокот, ну, только, пожалуйста, не наполнительный для кошачьего туалета, уж простите. Ну, вот такое бывает, люди занимаются вот этой ерундой. Вот. Такая красота растет, растет, растет. Ну, и вербенка тут вот пересажена. Все, ждем, ждем, ждем зацветания.